да ладно сочетание сегодня у нас у нас вообще сегодня был такой стальной с сочетанием типа красные такие огненные сполохи и все остальное сейчас сейчас будем как это все соединить так чтобы не было огрехов никаких потому что при соединении допустим того же самого красного если окунаешь в серый он получается такого грязных фиолетовых каких-то таких оттенков невнятных непонятных поэтому сегодня будем делать и показывать как это делается только ты мне чуть-чуть закрываешь картинку как это все делается сначала накладывается серой а потом уже начинает зарабатывать именно какими-то стонами которые тебе в дальнейшем пригодятся сначала прорабатывать все самые большие детали плоскости все оставляя естественно не закрывая выходы там где это нужно по дизайну то есть везде оставляет вот такая мягкая растушевка неважно по дизайну там есть границы или не границы то есть всегда нужно оставить какой-то небольшой раз пыл чтобы не было какого-то прям жесткого соединения между оттенками когда ты будешь красить это будет придаст какой-то мягкости вот ну и соответственно не будет прям такого рубленных каких-то оттенков положенных вот поэтому всегда нужно держать это у себя в голове и не торопиться никуда самое главное и вот когда мы кладем уже цвет чистый поверх первого у нас получается что у нас нету такой жесткой границы вот здесь можно прям смело кидать то он светлый привык до его что он светлый вот дальше смотрим у нас по дизайну получается вот этот цвет это у нас red square он у нас такой красно-коричневый или или до венчо не так red square это такой цвет который сочетается это практически красный но и коричневый одновременно соответственно он сочетается и с красным и если его можно сочетать то можно сочетать и с коричневым поэтому можно очень прикольно выходить из этого оттенка в какой-то другой тон вот здесь вот опять же таки всегда смотрим на дизайн там где у нас лежат эти тона чтобы не было такого что мы потом перепутаем естественно серый когда поверх накладывает тоже нормально получится переход сделать но лучше конечно изначально об этом позаботиться и положить какой-то тон вот здесь вот как раз в этой части у нас идет переход этого лица сделаем поверх накладываем уже серого но получается славный мягкий такой интересный оттенок а здесь вот у нас как раз идет уже такая вот эта деталь которую можно прям плотно вкрашивать поверх как бы но серым но он все равно выглядеть выглядит чисто да таким вот образом и если да если соединять сначала положить допустим цвет вот этот а поверху потом уже положить попытаться серый да то серый он его просто перекроет или получится какая-то дикая грязь вообще прям но такая которую потом никаким образом не исправить так дальше поехали у нас да это но откроет от огня будут реплексы но они у нас будут не чисто красные а вот такого формата это пропустил Теперь я сейчас еще раз перекрою этот вот здесь потом просто еще более темный серый можно положить снизу чтобы придать вот этот заворот вот этот показать что у нас часть уходит немножечко ниже но это все потом чуть-чуть попозже подходим к самым интересным вообще если сделать делать пламя огонь можно начать сначала делать каких-то более светлых тамок желтого допустим того же самого чтобы у тебя была возможность уйти в тот же самый чистый красный или же ну в оранжевый приблизить приблизить его к красному по сути потому что оранжевый проще сделать красным мне вот так вот так вот замечательно так поехали дальше не курите друзья это вредит здоровью и вот так вот кашлять будет вот так поехали поехали в красный вот здесь вот получается вот отсюда то есть мы смело заходим на серый что дает нам как раз вот этот вот мягкий плавный выход и это и Можно взять по бордове чуть-чуть, вот так вот, да. Всегда можно залезать на серые какие-то тона, это нормально будет выглядеть мягкими, плавными переходами. Потому что серый, он по-любому поменяет свой тон. Здесь у нас получается вот эта линия, она будет у нас и оранжевая, поэтому вот отсюда в оранжевый будет входить, поэтому вот отсюда у нас по дизайну будет идти вот этот вот. А-а-а, вот. Ну, а сюда хорошо видно. у нас там практически черный будет уходить конечно было бы лучше сделать сразу черный сделай нам огонь да вот я сейчас это и буду делать вот это вот ну давай давай у меня тогда иголочки я тогда тоже уйду тебе позже потерпите чуть попозже да сейчас будем его делать как раз вокруг у нас получается более оранжевый поэтому смело так вот прям вов нет это я намешал красно-оранжевый вообще изначально сделал такой оттенок да да ну типа апельсинового да что-то сделал и там где у нас идет граница вот это как раз ну свечение да грубо говоря вот таким вот образом прям распыляем напыляя заходим даже на серые наши тонны и уводим прям ни хрена не видно сейчас будет ну да ладно ну да ну да вот таким образом бабам заходим даже на серые наши тонны все пачкается все пачкается выбираем более красного и начинаем уходить вот отсюда снизу где у нас по дизайну соединить мы всегда сможем более оранжевым каким-то оттенком либо просто добавить и мягко выйти как я вам показывал именно из тона в тон как выйти путем мягкого добавления не промывая фипсу и от другого пигмента и и Берем чистый желтый и прям хорошенько вкрасываем от края ближе к центру. Берем чистый желтый. Более светлый желтый. Потом все эти края мы размывать будем. Потому что у нас там будет внутри немножечко еще белого. И вот таким вот образом мы как раз объединяем оранжевый с желтым. Чтобы разбить вот этот край который у нас получается. Как все грязно да? Да да иначе дом вообще ни хрена не видно. Оранжевый и красный они практически одинаковые. Поэтому придется брать более какой-то бордовый тон. Чтобы как раз вот это вот все сравнять. Берем резку. И вот так вот. У нас вот этот вот край языка пламени. он у нас фактически оранжевый везде. Ну внутри у нас будет такая белая. Ну не белая. Можно конечно белым сделать вот это. Либо золотоватая такая полоска. Которая как раз будет давать вот именно вот. Внутри как будто. И внутри чуть-чуть подсвечивается. Ну и дополняем вот этим вот. В неровную ногу. Так вот это все дело соединяем с нашим вот этим вот местом. Вот таким вот образом. Рقد надеялся достаточно. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вот таким вот образом. Здесь уже оставляю посерединке под желтый, под более яркий, чтобы более интересно выглядело пламя. Смотрите продолжение в следующей серии. Дать понять, что у нас вот здесь вот где-то будет посередине вот это вот пятно желтое такое будет. Не сильно, но показываю. Вот так. Берем девятку. Берем девятку. Наверное, наверное... Да, наверное, девятку будет. Тринадцать. Так. Так. Там у нас идет круг оранжевый и немножечко красного по краям. Поэтому берем оранжевый и вот прям смело вкрашиваем вот таким вот образом, заходя на серые тона. Это нам даст такой эффект, как от отблика. Отблик, да, такой на самом этом металле типа. Набираем красноватый оттенок и можно прям вот таким вот образом. Прямо по серому. Делаем его более красноватым в таких-то местах. Берем девятку. Берем девятку. Берем девятку. Берем девятку. Берем девятку. желтый отступая от на самого начала ну вот так вот плотненько прямо вкрашиваем его поверх оранжевого и туда вот его загоняем наверх кровавый Она вот разрушила. Угу. 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 Докидываем красненького, делаем мягкое течение, чтобы захватывало оно. И вот отсюда можно сделать вот таким образом. Докидываем красненький. Играет музыка. 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 но это надо ждать пока это все остывает да потому что желтый он такой мерзкий в этом плане оттенок он пока не остынет его и не видно толком вот эту штуку надо будет потом чуть-чуть продлить а там уже по факту то есть вот так вот смело прям сначала по работаю в серым каким-то оттенком до сверху прям по нему можно класть сверху по нему прям можно класть светлые какие-то тона которые как раз ложатся на него более чистыми выглядят вот таким вот образом вам и вот сюда белого у в у и 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 на и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще все самые теплые оттенки на серых каких-то тонах, на нейтральных, они выглядят очень ярко, очень насыщенно И на контрасте работа выглядит прям очень круто Это вообще прям сочетание такое, максимально дающее свой эффект Ну конечно, когда желтые, красные, оранжевые тона, они остывают, но выглядят совсем по-другому Ну-ка, а его потом нужно будет корректировать, да? Ну где-то, где-то возможно, да, придется подкорректировать, естественно, там какие-то более темный тон положить в некоторые места Ему сейчас 10-15 минут и он остынет максимально Будет очень круто выглядеть Такой прям класс, да?